Борис Кригер Блес Паскаль – логика веры Может ли логика объяснить сущность веры? Или вера по своей природе находится за рамками логического анализа, оставаясь вечной тайной для ума? Представим себе логика, математика и верующего, стоящими перед закрытыми вратами рая. Апостол Петр обращается к ним. «Чтобы войти, каждый из вас должен доказать свое право на пребывание здесь». Логик говорит «Если рай существует и я здесь, значит я должен быть в райском состоянии существования, поскольку мое существование логически обосновано, я должен войти». Апостол Петр задумчиво кивает, и ворота слегка приоткрываются. Затем математик заявляет «Согласно теории вероятностей, шанс того, что я случайно оказался здесь, не заслуживая при этом рая, стремится к нулю. Однако, поскольку я здесь, это не случайность, и я должен войти». Апостол Петр хмурится, но снова кивает, и ворота открываются немного шире. Наконец, подходит верующий и с улыбкой говорит «Я не знаю о логических доказательствах или математических теориях, и я просто верю всем своим сердцем, что мое место здесь». Апостол Петр улыбается в ответ, полностью открывая ворота, и говорит «Именно такая вера и открывает врата рая». Эта притча намекает на то, что, несмотря на важность логики и знания, иногда простая и искренняя вера имеет большую силу, особенно, когда дело касается вопросов за пределами человеческого понимания. Размышляя о сущности веры и возможностях логики, мы приходим к пониманию, что это очень важные вопросы, затрагивающие глубины человеческого разума и души. Логика, служа инструментом разума, стремится разложить все на компоненты, «Объяснить и доказать». Она ищет упорядоченность, последовательность и причинно-следственные связи. Вера же, напротив, зачастую выходит за пределы строго выстроенных логических схем, касаясь того, что лежит за гранью объяснимого. Она не требует проверяемых доказательств для признания истин, питаясь внутренним ощущением, интуицией и личным духовным опытом. Вера включает в себя откровения и принятие неведомого, непостижимого, иногда противоречащего логическим закономерностям. Это сфера, где преобладает доверие к высшим силам, к внутреннему голосу, к традициям и текстам, не всегда поддающимся разумному анализу. Верующий человек может принимать утверждения веры, которые невозможно подтвердить или опровергнуть с помощью логики, поскольку они относятся, в области метафизики, к вопросам бытия, смысла жизни, существования Бога из огромной жизни. Не случайно, цитата «верую, ибо абсурдно» отражает глубокую и парадоксальную мысль, корни которой уходят в раннее христианство, а точнее к Тертулиану, одному из отцов церкви. Это высказывание является выражением идеи, что самые глубокие истины веры зачастую противоречат рациональному мышлению, логике и обыденному опыту, и именно в этом их величие и особенность. Существует определенное очарование в принятии веры, основанной на том, что превосходит человеческое понимание и логическое объяснение, подчеркивая, что в духовной жизни человека есть место для тайны и чуда. Эта мысль подчеркивает, что основание веры часто лежит за пределами рационального обоснования, «Верить, ибо абсурдно, не означает отказ от разума в пользу иррациональности. Скорее, это признание того, что существуют аспекты реальности, восприятие и понимание которых выходит за рамки нашего рационального мышления. Это призыв не отвергать разум, а признавать его ограниченность перед лицом величия и мистерии бытия. Такой подход к вере призывает глубокому личному опыту, встрече с чем-то, что лежит за пределами обыденного опыта и знания, к открытию для себя того, что не может быть полностью понято, объяснено или измерено. Это открытие может прийти через внутренний переживаемый опыт, через искусство, музыку, любовь, или столкновение с красотой и страданием мира, ведущие к глубокому осмыслению жизни и ее тайн. «Верую, ибо, абсурдно». Также напоминает о том, что в основе духовного пути лежит акт веры, который не всегда поддается обоснованию или доказательству в обычном смысле слова. Это путь, который каждый человек проходит самостоятельно, исследуя глубины собственного сердца и души, стремясь к пониманию своего места в мире и связи с высшими силами или духовными истинами, которые он выбирает принять на веру. Однако это не означает, что вера и логика находятся в полной изоляции друг от друга. Многие мыслители, в том числе и Блесс Паскаль, пытались найти гармонию между этими двумя началами. Паскаль, имя которого сегодня знакомо каждому образованному человеку, оставил после себя наследие, величие которого трудно переоценить, охватывая области математики, физики, литературы и философии. Его знаменитость и влияние на мировую культуру и науку обусловлены рядом причин, из-за которых его мнение и сегодня вызывает интерес и уважение. В математике Паскаль сделал революционные открытия еще в юности, включая изобретение одной из первых механических счетных машин, а также вклад в теорию вероятностей и проективную геометрию. Его работы по математике легли в основу многих современных научных исследований и технологий. Его эксперименты в области физики значительно продвинули понимание свойств жидкостей и газов, в частности, введение понятия атмосферного давления и пионерские исследования в области гидростатики и гидродинамики. Паскаль считается одним из мастеров французской классической литературы благодаря его мыслям, сборнику заметок о религии и христианской философии. В этих работах он размышляет о человеческой природе, вере, разуме и бессмертии души, предлагая глубокие и оригинальные идеи, которые продолжают вдохновлять и вызывать споры среди философов, теологов и широкой общественности. Паскаль известен также своим знаменитым «Пари» – аргументом в пользу веры в Бога, как рационального выбора, исходя из анализа выигрышей и потери. Этот аргумент стал классическим примером применения теории вероятностей к философским вопросам и показывает его уникальный подход к объединению науки и религии. Как Паскаль смог совместить в себе образ математика, ищущего истину в цифрах и формулах, с образом философа, погруженного в размышления о божественном? Взирая на жизненный путь французского мыслителя с XVII века, становится очевидным, какие тонкие нити судьбы переплелись, создавая уникальное полотно его души, где наука и вера нашли гармонию. С ранних лет, окунувшись в мир цифр и геометрических фигур, Паскаль открыл для себя неисчерпаемый источник истин, которые, как ему казалось, укладывались в строгие рамки математических формул. Он погружался в абстракции, стремясь уловить тайный порядок управляющей Вселенной, и нашел в этом своеобразную красоту и совершенство, которое освещало его путь к познанию мира. В его философских размышлениях, особенно ярко представленных в мыслях, нашло отражение глубокое убеждение в том, что человеческий разум, хоть и могуч, но ограничен, и истина о божественном не может быть полностью уловлена инструментами науки. Сочетание математической строгости с философской интуицией позволило ему взглянуть на мир под иным углом, где вера и разум не исключают, а дополняют друг друга, предлагая путь к более глубокому пониманию сущности вещей. Истинное мужество французского мыслителя возможно кроется не столько в выборе между логикой и верой, сколь в умении смело принимать их обе, признавая их взаимное дополнение. Следование за логикой, несмотря на ее ограниченность, требует отказа от иллюзий абсолютного познания, признание того, что даже самые строгие умозаключения не всегда способны охватить всю полноту бытия. Это путь исследователя, который, осознавая границы своего разума, не утрачивает стремление к истине, пытаясь проникнуть в самые глубины мироздания. С другой стороны, могущество веры не в том, чтобы отрицать логику или уступать перед непоздаваемым без борьбы, а в способности видеть за пределами видимого, принимая тайны бытия не как нечто данное, а как приглашение к размышлению, поиску глубинного смысла существования. Вера здесь выступает не как слепое принятие догм, а как осознанный выбор доверия тому, что выходит за рамки понимания, предлагая другой, не менее важный путь к познанию. А посему Паскаль остается фигурой, чьи идеи и открытия охватывают множество аспектов в человеческой деятельности, от науки до философии и религии. Его способность глубоко размышлять о сложнейших вопросах, сочетая при этом строгую логику с глубокой верой, делает его мнения актуальными и сегодня, предлагая бесценный ресурс для понимания мира и нашего места в нем. Блес Паскаль предложил рассмотреть веру через призму азартной игры. Он исходил из предположения, что человеческое существование сопряжено с неизбежной ставкой между верой в Бога и неверием. Аргументируя свою мысль, Паскаль предлагал рассудить. Если верить в Бога, и он существует, то верующий получит вечное блаженство, а если Бога нет, то потерь почти никаких не будет. С другой стороны, отказ от веры при реальном существовании Бога обернется вечными муками, а в случае его несуществования – ничем. Таким образом, ставка на веру в Бога кажется логически оправданной, ведь потенциальная выгода – вечное блаженство – несравнимо превосходит возможные потери. Однако вопрос о том, не является ли паскалевская ставка признанием веры в логику как основу для принятия веры, заставляет задуматься. С одной стороны, Паскаль действительно использует логический расчет как инструмент убеждения в целесообразности веры. Это может показаться парадоксальным, ведь вера по своей сути иррациональна и предполагает принятие без доказательств. С другой стороны, ставка Паскаля не столько утверждает веру в логику, как путь к вере, сколько предлагает разумный выбор в условиях неопределенности. Она призывает использовать рациональное обдумывание, чтобы преодолеть сомнения и страх перед неизвестностью, предлагая своеобразную страховку против потенциально бесконечного риска. Паскалевская ставка выходит за рамки простого признания веры в логику, становясь своеобразным мостом между разумом и верой. Она не утверждает, что вера должна базироваться лишь на логике, а скорее предлагает логику как инструмент для преодоления барьера неверия, подчеркивая, что в условиях абсолютной неопределенности рационально выбирать надежду на вечное блаженство, даже если это и требует веры без видимых доказательств. Ставка Паскаля, изложенная в его работе мысли, пансе, которая представляет собой собрание записей, афоризмов и философских размышлений Блеза Паскаля, изданных в последние годы своей жизни, точнее опубликованных посмертно, представляет собой незавершенное произведение, в котором Паскаль излагает свои размышления о христианстве, вере, человеческой природе и других философских и теологических вопросах. В мыслях Паскаль стремится показать рациональность веры в христианского Бога, и ставка Паскаля является частью его аргументации. Вот цитата на французском языке из оригинала мысли, пансе, которая отражает суть ставки Паскаля. А вот и перевод. Взвешиваем выигрыш и потерю, предполагая, что Бог есть. Оценим эти два случая. Если вы выиграете, вы выиграете все. Если проиграете, вы ничего не потеряете. Поэтому ставьте на то, что Он есть, без колебаний. Ну что ж, сделаем и мы весьма громкое заявление. Между разумом и верой нет принципиальной разницы. Разум в сущности, та же вера. Размышляя о логических рассуждениях и о вере, нетрудно прийти к выводу, что оба эти явления несут в себе глубокую связь, маскируясь под различные формы познания и убеждений. В самом деле, логика, кажущаяся непоколебимой крепостью рациональности, и вера, воспринимаемая как субъективный акт доверия невидимому, на деле опираются на один и тот же фундамент. убежденность в истинность своих предпосылок. Логические рассуждения строятся на аксиомах, которые по сути своей являются недоказуемыми утверждениями, принимаемыми на веру. Эти основания логики не подвергаются сомнению в рамках самой системы, исходя из них развиваются дальнейшие теоремы и заключения. Так, например, в математике аксиома о том, что через любые две точки можно провести прямую и только одну, является основополагающей и принимается без доказательств. В этом смысле доверие к логическим построениям исходит из веры в истинность и непреложность этих начальных положений. С другой стороны, вера, будучи направлена на принятие истин, не поддающихся непосредственному рациональному обоснованию, также опирается на внутреннюю убежденность. Верующий человек принимает на веру существование высших сил, духовных истин, не требуя для этого материальных доказательств. Эта убежденность, несмотря на отсутствие логического обоснования в привычном понимании, для верующего обладает не меньшей силой, чем доказательства для ученого. Интересно, что логика, как и вера, может приводить к заблуждениям. История знает немало примеров, когда логические построения, основанные на неверных предпосылках или неполных данных, великошибочным заключением. Таким образом, ни логика, ни вера не застрахованы от ошибок, поскольку обе опираются на предположения убеждения, которые могут быть подвергнуты пересмотру. В конечном итоге логические рассуждения и вера являются двумя сторонами одной медали, отражающей стремление человека к пониманию окружающего мира и его место в нем. Оба они несут в себе элемент веры, в первом случае в силу рационального мышления и логической структуры реальности, во втором существование невидимых истин, превосходящих ограниченность человеческого разума. Таким образом, понимание мира требует как логического рассудка, так и веры, дополняющих друг друга в стремлении истине. Однако, вглядываясь в отличие между логикой и верой, нельзя отрисать наличие пропасти, которая разделяет эти два способа познания мира, хотя эта пропасть кроется не столько в методах достижения истины, сколько в основаниях и предназначениях обоих подходов. Логика стремится к объективности, к построению универсальных закономерностей и правил, применимых независимо от личных убеждений и чувств. Ее цель – достичь истинного знания через рассудок, опираясь на доказательства и аргументацию. Вере же присуща субъективность, она исходит из глубин души и эмоций, не требуя подтверждения своих установок внешними доказательствами. Вера отвечает на вопросы смысла, цели и моральных ценностей, которые логика оставляет обычно за рамками своего внимания. Эта пропасть между логикой и верой также отражает различия в восприятии мира и самой природы знания. Логика, используя разум как инструмент, исследует мир в его структуре и закономерностях, пытаясь построить систему точных определений и универсальных заключений. Вера же обращается к интуиции, к внутреннему чувству уверенности в чем-то, что превосходит логическое объяснение. Она находит свое проявление в духовных исканиях, в поиске смысла жизни и вопросах, касающихся высших сил и глубинных аспектов человеческого существования. Кроме того, логика и вера различаются по своему воздействию на человека и общество. Логическое мышление способствует развитию наук, технологий, критического взгляда на окружающую действительность. Вера же формирует основу моральных норм, традиций, культурных и религиозных систем, оказывая влияние на внутренний мир человека и его отношение к окружающим. Таким образом, несмотря на то, что логика и вера могут казаться сходными в своей основе, обе требуют акта принятия на веру некоторых начальных положений. Они служат разным целям и обращены к различным аспектам человеческого опыта. Пропасть между ними – это не столько барьер, сколько пространство для сосуществования двух различных но взаимодополняющих подходов к пониманию мира и себя в нем. Однако Блес Паскаль, осознавая глубину этой пропасти, лежащей между требованиями веры и разума, искал пути примирения этих двух начал. Он четко понимал, что разум по своей сути стремится к доказательствам, убедительным и неопровержимым аргументам, в то время как вера основывается на принятии невидимого и недоказуемого. В своих размышлениях Паскаль приходил к выводу, что человеческий разум ограничен и не всегда способен охватить абсолютную истину. Существуют вопросы и тайны, которые выходят за пределы человеческого понимания, и именно здесь вера открывает дверь к более глубокому измерению бытия. Обдумывая вопрос ограниченности человеческого разума, стоит взглянуть на историю мысли. С древних времен люди стремились познать мир, окружающий их, пытаясь найти ответы на вечные вопросы о сущности бытия, о природе Вселенной, о начале и конце всего сущего. Однако, несмотря на значительные прогресс науки и техники, достигнуты за века упорного труда, множество загадок остается неразгаданными до сих пор. Исследуя макромир и микромир, человечество сталкивается с явлениями, которые невозможно объяснить с помощью существующих теорий и моделей, что заставляет ученых пересматривать и дополнять их, идя за грань привычного понимания. Примером такого явления может служить квантовая механика, предложившая совершенно новый взгляд на структуру материи и взаимодействие частиц. Мир квантов оказался настолько не похож на все, чему мы привыкли, что даже самые выдающиеся умы прошлого и настоящего признавали свою неспособность полностью понять его сущность. Нильс Бор один из основоположников квантовой механики говорил «Кто не шокирован квантовой механикой, тот ее не понял». Этот пример ярко демонстрирует, как даже в рамках строгой науки человеческий разум сталкивается с ограничениями своих познавательных способностей. В попытках обрести абсолютное знание человек неизбежно сталкивается с парадоксами и загадками, которые подчеркивают границы его разумения. Великие философы прошлого, такие как Сократ, утверждали, что истинное знание начинается с осознания собственного неведения. Это признание не столько ограниченности, сколько понимание того, что путь к познанию бесконечен, и каждое новое открытие лишь расширяет горизонты непознанного. Взяв во внимание эти аргументы, можно утверждать, что человеческий разум, хоть и обладает впечатляющими способностями к анализу, синтезу и абстрактному мышлению, все же ограничен своей способностью охватить абсолютную истину. Это не умаляет достоинства интеллектуальных достижений человечества, но подчеркивает величие и многогранность мира, который мы стремимся познать. Более того, когда мы обращаем взор вглубь собственного сознания, то сталкиваемся с еще более загадочным феноменом, с принципиальной невозможностью отличить сон от яви. Это явление поражает воображение, заставляя задуматься о границах нашего разума и восприятия. Во сне мы можем испытывать столь живые и насыщенные события, что, пробудившись, иногда долго не можем понять, было ли это на самом деле. Сны могут быть настолько реалистичными, что разграничение между миром сновидений и реальностью стирается, заставляя нас сомневаться в надежности собственных ощущений и восприятий. Этот феномен не просто показывает ограниченность нашего разума в попытках разгадать тайны собственного сознания, но и подчеркивает его уязвимость перед иллюзиями, которые он сам же и создает. Мы, как путешественники, блуждающие в тумане собственных мыслей и сновидений, часто не в силах отличить истину от вымысла, реальность от иллюзии. А посему, исследуя пределы человеческого разума и его способность к познанию мира, нельзя обойти стороной этот удивительный аспект нашего сознания. Он напоминает нам о том, что в поисках абсолютной истины мы часто сталкиваемся с собственными глубинными ограничениями, которые делают этот поиск вечным и бесконечно сложным. Погружаясь в таинственные глубины человеческого сознания, стоит вспомнить одно из самых загадочных событий в жизни Паскаля. Ночь с 23 на 24 ноября 1654 года стала переломной в его жизни, озарив ее светом необъяснимого и непостижимого. Паскаль пережил глубокий мистический опыт, который он сам описал как огонь встречу с Богом Авраама, Исаака, Якова, нефилософов и ученых. Этот опыт настолько потряс его, что он записал свои чувства на листе бумаги, который затем носил при себе вшитым в подкладку своего платья до конца жизни. Эта запись, известная как «Мемориал», стала свидетельством его внутреннего преображения, глубокой веры и посвящения остатка своей жизни религиозным размышлениям и поискам божественным. Событие, произошедшее с Паскалем, подтверждает, как человеческий разум, стремящийся к позданию абсолютной истины, может столкнуться с явлениями, которые разумно объяснить не в силах. Мистический опыт Паскаля, его внезапное глубокое ощущение божественного присутствия демонстрирует пределы человеческого познания и способности разума охватить трансцендентное. В тот момент, когда наука и логика достигают своих границ, открывается пространство для веры и интуиции, где сон и я переплетаются, оставляя вопрос о границах реальности открытым. Поднимая этот вопрос о возможности отличать сон от яви, не следует игнорировать и объяснения, которые могут предложить современная наука и медицина, в частности психиатрия и токсикология. Ведь человеческий мозг сложнейший орган, функционирование которого до конца не раскрыто. Мистические переживания, подобные тем, что испытал Паскаль, могут иметь под собой вполне объяснимые причины, связанные с физиологическими или психологическими аспектами работы мозга. Психиатрия изучает, как различные психические расстройства могут влиять на восприятие реальности, вызывая галлюцинации, делирий или состояния, аналогичные трансцендентным переживаниям. Некоторые психические заболевания способны изменять человеческое сознание до такой степени, что границы между реальным и воображаемым стираются, оставляя простор для переживаний, похожих на мистические откровения. Токсикология может предложить объяснения, связанные с воздействием на организм различных веществ, способных вызывать галлюцинации или измененные состояния сознания. Не секрет, что многие растения и вещества обладают психоактивным действием, которое в древние времена использовалось для достижения духовных видений или вступления в контакт с высшими силами. В современном мире также известны случаи, когда химические вещества становились причиной глубоких психологических переживаний. А посему психиатрия и токсикология предлагают альтернативный взгляд на переживания, которые традиционно считаются мистическими или духовными. Эти науки помогают понять, как биологические и химические процессы в организме влияют на восприятие реальности, приводя к переживаниям, которые человек может интерпретировать как сверхъестественные. Однако это не умаляет значимости таких переживаний для личности, ведь независимо от их происхождения, они могут оказать глубокое влияние на мировоззрение, ценности и жизненный путь человека. В конечном итоге каждое такое переживание остается уникальным и неповторимым, складывая мозаику человеческого опыта, которая вечно манит ученых и искателей истины попыткам ее понять и объяснить. История Паскаля служит напоминанием о том, что человеческий разум, несмотря на все свои достижения и стремления к абсолютному знанию, остается ограниченным перед лицом вечных и непостижимых тайн бытия. Этот случай подчеркивает, что человек в своем стремлении разгадать тайны вселенной может столкнуться с моментами, когда различия между сном и явью стирается, а встреча с абсолютной истиной превращается в глубочайшее духовное переживание. Так или иначе, Паскаль предлагает концепцию принуждения к вере через образ жизни. Он утверждает, что если разум не может привести человека к вере через логические убеждения, то возможно привести его к вере через образ жизни, который включает в себя религиозные таинства, молитву, участие в церковной жизни. По мнению Паскаля, такой подход может изменить внутреннее состояние человека, сделав его сердце открытым для веры. Этот процесс не отрицает значение разума, но указывает на его ограниченность и необходимость признания существования высших истин, доступных только через веру. Паскаль также акцентирует внимание на концепции сердца, которое умеет чувствовать то, что разум не в состоянии постичь. Он говорит, сердце имеет свои причины, о которых разум ничего не знает. Это утверждение подчеркивает, что истина и знание не исчерпываются лишь рациональным познанием, существует другой порядок познания, доступный через внутренний опыт, интуицию и веру. Паскаль не столько разрешает противоречия между верой и разумом, сколько показывает, что эти два начала дополняют друг друга. В его понимании спасение души возможно не через отказ от разума в пользу веры, а через осознание границ разумного познания и открытие сердца для принятия тех истин, которые лежат за пределами рационального объяснения. Паскаль призывает к скромности перед лицом величия божественного творения и к признанию, что истинное познание включает в себя как разум, так и веру. Вопрос о соотношении веры и логики истины и слепого следования занимают умы мыслителей на протяжении веков. Верить без логического обоснования значит ли это автоматически погружаться в мрак неразумного лишенного глубины и осмысленности следований? Или же истинная вера вовсе не требует логического подтверждения своих оснований, обладая внутренней ценностью и светом, доступным лишь сердцу верующего? С одной стороны можно утверждать, что вера, основанная исключительно на логике, теряет свою сущность. Вера предполагает доверие к тому, что выходит за рамки нашего понимания и опыта, признание существования высшей реальности, которую невозможно полностью охватить разумом. Этот акт доверия носит глубоко личностный и экзистенциальный характер, вовлекая в себя не только умное сердце и душу человека. С другой стороны, вера, полностью отрешенная от всякого логического осмысления, рискует превратиться в слепое следование, подтвержденное манипуляциями и заблуждением. Без стремления к пониманию, к поиску связи между верой и разумом, религиозное чувство может утратить свою осмысленность и глубину, став лишь поверхностной формой суеверия, не затрагивающего глубин человеческой души. В этом контексте можно вспомнить слова других мыслителей и святых, которые говорили о том, что истинная вера всегда ищет понимание, не отвергая разум, но и не ограничиваясь им. Святой Августин говорил «Веруй, чтобы понять, понимай, чтобы верить». Это указывает на возможность гармонического сочетания веры и логики, где каждый аспект обогащает другой, позволяя человеку глубже проникнуть в тайны бытия. А посему вера без логики может быть истиной, если она открыта к диалогу с разумом, не боясь вопросов и сомнений, видя в них путь к более глубокому осмыслению и испытанию своих убеждений. Вера, сопровождаемая стремлением к пониманию становится живым, динамичным процессом, в котором человек не просто слепо следует догмам, но активно участвует в своем духовном развитии, обретая истинную глубину и осмысленность. Оспаривание шовинизма логики подразумевает критический взгляд на представление о том, что логическое мышление является единственно верным и непогрешимым способом познания мира, отрицая или умаляя значение интуитивного, эмоционального и иррационального человеческом опыте. Логика, безусловно, играет ключевую роль в научном познании, техническом прогрессии, повседневной жизни, обеспечивая стройность рассуждений и четкость выводов. Однако признание ее единственного господства во всех сферах человеческой деятельности ведет к упрощению сложности бытия и игнорированию многообразия путей познания. История философии и культуры свидетельствует о том, что интуиция и творческое воображение часто предшествовали крупнейшим научным открытиям и техническим изобретениям. Многие выдающиеся ученые, такие как Альберт Эйнштейн, подчеркивали роль интуитивного понимания в процессе научного творчества. Эйнштейн говорил, что величайшие научные достижения возможны благодаря музыкальному подходу к науке, когда решения предвидятся на интуитивном уровне, а уже затем находят свое логическое обоснование. Эмоциональный и психологический опыт играет важную роль в формировании человеческого мировоззрения и не может быть полностью описан или объяснен с позиции чистой логики. Любовь, искусство, религиозные убеждения, мораль исходят корнями из глубин человеческой души, где логические аргументы уступают место чувствам, вере и интуиции. Игнорирование этой стороны бытия приводит к обеднению духовного опыта. Многие культуры и философские традиции, включая восточную философию, акцентируют внимание на гармонии, внутреннем балансе и прямом нелогическом познании, что также является важным путем к истине и самопознанию. Отказ от признания этих методов познания равносилен игнорированию богатства человеческого опыта и разнообразия форм его выражения. Хотя логика несомненно важна, она не должна превозноситься как единственный непреложный способ познания. Взаимодействие логического и интуитивного рационального и иррационального аналитического и синтетического подходов обогащает человеческий опыт, открывая перед ним более широкие горизонты понимания мира. Разнообразие путей к истине является не только признаком ограниченности человеческого разума, но и свидетельством его неисчерпаемого потенциала. Рассматривая природу, великое творение, окружающее нас своей мудростью и загадками, невольно приходим к выводу о ее необычайной сложности и многообразии. Она не подчиняется строгим законам логики и последовательности, которые мы, люди, стараемся описать мир вокруг. Природа следует своим законам, которые порой кажутся нам хаотичными и непредсказуемыми, но в то же время несут в себе глубокий порядок и скрытую гармонию. Проявления природы часто ускользают от логического объяснения. Взять, к примеру, погодные явления, бурь и ураганы, которые возникают внезапно, создавая разрушение, но затем также неожиданно утихают, оставляя после себя ясное небо и свежесть. Или же миграция птиц, инстинктивно знающих маршруты протяженностью в тысячи километров, которые они преодолевают, следуя невидимым знаком, недоступным человеческому разуму. В основе многих явлений природы лежат процессы, которые мы можем изучать и пытаться понять, используя научные методы, но полностью раскрыть их суть, предсказать поведение в каждом конкретном случае, мы не в силах. Это напоминает нам о границах нашего познания, о том, что мир не исчерпывается лишь тем, что подается логическому объяснению. Также природа постоянно демонстрирует нам примеры сосуществования и взаимодействия, когда из хаоса и разрушения рождается новая жизнь, а из борьбы за существование удивительные формы симбиоза и взаимопомощи. Это учит нас глубокому уважению к многообразию жизненных форм и показывает, что в основе всего лежит не просто борьба и выживание, а сложное взаимодействие, сотрудничество и гармония. Пытаясь понять природу, мы не должны забывать, что наше логическое мышление это всего лишь один из инструментов познания, и он не всегда способен охватить всю полноту и глубину происходящих процессов. Признание этого не умаляет значение научного подхода, но напоминает о необходимости смирения перед лицом великого таинства мира, в котором мы живем, и стимулирует нас к поиску новых путей понимания природы, не ограничиваясь лишь рамками логики. Переход размышления о вере и логике из области философии в сферу личного духовного опыта начинается в тот момент, когда абстрактные концепции и теоретические рассуждения сталкиваются с живым человеческим опытом. Этот момент наступает, когда индивид начинает применять философские идеи к своей жизни, когда он исследует их не только умом, но и сердцем, ставя вопросы не столько из любопытства, сколько из стремления к пониманию себя и мира вокруг. Философия предлагает инструменты для размышления, категории для анализа и критерии для суждений. Она учит задавать вопросы, искать ответы, но лишь до поры до времени остается в рамках интеллектуального упражнения. Переход к личному духовному опыту происходит, когда эти вопросы начинают касаться самых глубинных убеждений человека, его истинных ценностей, его взглядов на смысл жизни, на смерть, на вечность. Этот переход часто сопровождается жизненными испытаниями или глубокими переживаниями, которые заставляют человека искать утешение, смысл или ответы вне рамок чисто рационального анализа. Когда человек сталкивается с пределами своего разумения, когда он ощущает ограниченность своих знаний и способностей постигать мир исключительно через логику, он обращается к вере, как к источнику, способному открыть новые горизонты понимания. Личный духовный опыт начинается там, где кончаются слова, где чувства и переживания говорят громче аргументов, где встреча с божественным или с глубинными аспектами души происходит в тишине молитвы, медитации, в моментах радости, страдания или благоговения перед красотой мира. В эти моменты размышления о вере и логике перестают быть лишь темой для дебатов, превращаясь в живой источник силы, утешения и вдохновения. В итоге путь от философии к личному духовному опыту – это путь от ума к сердцу, от теории к практике, от абстрактного к конкретному. Это путь, на котором человек ищет гармонию между разумом и верой, стремясь к целостности своего бытия, к глубинному осмыслению своего места в мироздании и к испытанию той несказанной радости и мира, что приходит с истинным духовным прозрением. Стремление человека к пониманию божественного через логику является одной из самых древних и постоянных тенденций в истории человеческой мысли. Логика как инструмент разума предоставляет методы анализа, аргументации и дедукции, которые позволяют строить цепочки умозаключений, приближаясь к истине. Однако вопрос о возможности полного понимания божественного через логику открывает дверь в область, где границы разумного познания сталкиваются с мистерией веры. Многие философы и теологи утверждали, что божественное по своей сути превосходит человеческое понимание, делая полное его осмысление через логику недостижимым. Святой Августин, например, говорил о том, что если ты понял, что ты понял, то это не Бог. Эта идея подчеркивает бесконечность и непостижимость божественного, которое не может быть полностью ограничено или определено человеческими категориями мышления. С другой стороны, логика и разум играют важную роль в религиозном исследовании и могут привести к глубокому духовному пониманию. Они помогают очистить веру от суеверия и заблуждений, способствуют более глубокому осмыслению догматов и учений, позволяют формулировать аргументы в защиту веры. В этом смысле логика является инструментом, который, несмотря на свои ограничения, способствует духовному поиску и может вести к порогу мистического опыта. Логика, несомненно, играет важную роль стремления человека к пониманию Божественного, но ее возможности и пределы всегда были предметом глубоких размышлений и споров. Она может служить мостом к Божественному, предлагая методы исследования и критического анализа, которые помогают очищать религиозные учения от недоразумений и заблуждений, делая веру более осмысленной и глубокой. Логика помогает формулировать и защищать догматы веры, предоставляя аргументы против скептицизма и неверия. В этом смысле она действительно может стать мостом, соединяющим разум и веру, позволяя человеку глубже понять и принять Божественное. Блес Паскаль размышляя о переходе от сомнения к вере, предлагает уникальный взгляд на этот процесс, в котором логика играет важную, но в то же время ограниченную роль. Паскаль понимал, что сомнение является неотъемлемой частью человеческого окота, особенно когда речь идет о таких абстрактных и глубоких вопросах о существовании Бога и смысл жизни. В своих размышлениях он исходил из того, что чисто рациональное обоснование веры имеет свои пределы, поскольку Божественное превосходит человеческую способность к пониманию. Способна ли логика дать ответ на вопрос о существовании Бога, или это задача, выходящая за пределы ее возможностей? Испокон веков люди пытались прибегнуть к логическим аргументам, чтобы доказать или опровергнуть существование Бога. От античных философов до средневековых ученых, от просветителей до современных мыслителей множество аргументов было предложено с обеих сторон. Однако задача эта оказывается куда более сложной, нежели может показаться на первый взгляд. Проблема заключается в том, что существование Бога по своей сути является вопросом, лежащим в области метафизики, то есть за пределами физически проверяемого мира. Логика оперирует понятиями и утверждениями, которые должны быть четко определены и поддающимися анализу в рамках ее законов. Но когда речь идет о Боге, сталкиваемся с концепцией, которая по определению превосходит человеческое понимание и опыт, выходя за рамки эмпирической проверки. Существуют аргументы, такие как космологические, телеологические, онтологические и моральные, которые были разработаны для того, чтобы логически обосновать веру в существование Бога. Космологический аргумент, например, исходит из предпосылки о необходимости первопричины для существования Вселенной. Телеологический аргумент указывает на наличие порядка и целесообразности в мире, как на признаки разумного замысла. Антологический аргумент, в свою очередь, строится на идее о том, что сама возможность мысли о существе, превосходящем все остальное, подразумевает его реальное существование. Моральный аргумент ссылается на универсальность моральных норм, как на признак существования высшего морального законодателя. Тем не менее, каждый из этих аргументов подвергался критике за пределами строго логического анализа, поскольку они опираются на предпосылки, которые не всегда принимаются всеми. Кроме того, вопрос о существовании Бога часто включает в себя личный духовный опыт, который трудно поддается стандартному логическому анализу. В итоге, хотя логика может предположить аргументы и контраргументы по вопросу существования Бога, окончательный ответ на этот вопрос вероятно выходит за рамки ее возможностей. Эта задача требующая не только интеллектуального размышления, но и включения моральных, эмоциональных и духовных измерений человеческого опыта. Признание ограниченности человеческого разума в попытках охватить сущность божественного начала вносит в размышления о вере и логике особую глубину. Этот акт не столько подчиняет логику вере, сколько указывает на границы, в которых каждая из этих начал действует и проявляет себя. сомнение играет центральную роль в поиске истины, являясь одновременно и испытанием, и стимулом для глубокого размышления. Оно не столько препятствие на пути к вере, сколько критический инструмент, который может углубить и укрепить понимание и осознание веры. Сомнение вызывает диалогу разум и душу, побуждает искать подтверждение и разъяснение, тем самым способствуя более осмысленному и сознательному принятию верования. В истории философии и теологии сомнение часто выступало как начало пути истины. Декартова «Я сомневаюсь, следовательно, существую», подчеркивает именно этот момент через сомнение, через критический осмотр своих убеждений человек приходит к неопровержимым истинам. Сомнение не отрицает веру, скорее оно очищает ее от ненужного, от того, что принималось на веру без размышления, делая веру более крепкой и осознанной. В контексте духовного поиска сомнения служит маяком, указывающим на необходимость глубже изучить основания своих убеждений, задать себе трудные вопросы и найти на них ответы. В этом процессе человек может обнаружить новые горизонты своей веры, понять ее более полно и глубоко. Сомнение становится не отказом от веры, а путем к ее более глубокому и искреннему принятию. А посему сомнение не является препятствием на пути к вере, а скорее необходимым условием для ее осознания углубления. Попытка применить логику к вопросам веры часто воспринимается как стремление приблизиться к пониманию того, что по своей сути выходит за рамки чисто рационального анализа. Истинная смелость мыслителя возможно заключается не столько в выборе между верой и логикой, сколько в способности признавать и ценить их взаимодополнительность, а также в готовность исследовать глубины каждого из этих начал, несмотря на их кажущуюся противоположность. Смелость здесь проявляется в открытости к многообразию путей познания, в умении ставить под сомнение собственных убеждений и восприятия, а также в способности видеть ценность в различных формах истины, даже если они не вписываются в привычные рамки рационального анализа. Отказ от веры ради логики может казаться проявлением рационализма, стремления к объективности и непреклонности в поиске истины, однако такой подход может привести к упрощению сложности человеческого опыта, игнорируя те аспекты бытия, которые выходят за пределы разумного познания. Истинная смелость мыслителя таким образом заключается в стремлении к гармонии между верой и логикой, в поиске баланса между сердцем и разумом. Это путь, требующий открытости, готовности к самопознанию и уважения к разнообразию человеческих переживаний. В таком подходе и вера и логика выступают не как противоположности, а как взаимодополняющие начало, каждая из которых вносит свой вклад в общее стремление человека к пониманию себя и мира. Границы между верой и заблуждением порой предстают перед человеком как тонкая линия, разделяющая светлую уверенность в высшем смысле и темные воды самообмана. Этот вопрос, пронизывающий всю историю философии и религии, остается одни без самых загадочных и спорных. Ведь как вера, так и заблуждения могут принимать формы, крайне убедительные для того, кто их придерживается, делая путь к истине особенно тернистым и запутанным. Заблуждения часто строятся на нежелании ставить под сомнение собственной убеждения, на закрытости перед новым опытом и другими точками зрения. Оно может быть основано на предвзятом восприятии действительности, игнорировании фактов или целенаправленном искажении информации. Заблуждение порой маскируется под логичность, но эта логика строится на ограниченном или искаженном наборе данных, не выдерживая критики разума и сердца. А посему, хотя границы между верой и заблуждением могут казаться размытыми, ключ к их развлечению лежит в отношении к истине и к собственному духовному пути. Настоящая вера требует мужества сомневаться, искать и не бояться изменить свои взгляды в свете нового понимания. Она предполагает живой диалог с миром и открытость к его бесконечной сложности. В этом процессе, где вера становится не просто убеждением, но и путем глубокому внутреннему преобразованию, истина начинает открываться во всей своей многогранности, оставляя заблуждение позади, как тень, отступающую перед светом. Жизненный путь Блеза Паскаля свидетельствует о глубоком поиске истины, размещенной на тонкой грани между логикой и верой. Его путь это путь исследователя, для которого разум и вера не являются взаимоисключающими, а скорее дополняющими друг друга сферами познания. Паскаль, как никто другой, понимал, что человеческий разум обладает мощным потенциалом для разгадки тайн природы и вселенной, но в то же время осознавал, что есть пределы, за которыми начинается область, недоступная для рационального познания. Именно в этой области, по его мнению, человек встречается с верой. Паскаль не видел необходимости в том, чтобы отказываться от логики в пользу веры или наоборот. Вместо этого он стремился к гармонии между этими двумя аспектами бытия, понимая, что истина может обнаруживаться в процессе их взаимодействия. Он писал о логике сердца, которую разум не в силах понять, тем самым подчеркивая, что истинное понимание зачастую требует большего, чем просто рациональное мышление. Жизнь Паскаля иллюстрирует поиск баланса между научным стремлением к исследованию и глубокой личной верой. Его вклад в математику, физику, философию показывает его как выдающегося мыслителя, использующего логику и анализ для раскрытия законов природы. В то же время его религиозные размышления и переживания указывают на глубокую духовную жизнь, в которой вера является ключом к пониманию тех аспектов существования, которые остаются за пределами познания разума. А посему жизнь Паскаля подтверждает мысль о том, что истина действительно находится где-то на границе между логикой и верой, в этом пространстве, где разум встречается с сердцем. Человек способен открыть для себя глубины понимания, недоступные при полном отказе от одной из этих сторон. Паскаль показывает, что именно в объединении логики и веры кроется возможность для человека найти свой уникальный путь к пониманию мира, себя и своего места в этом мире. Конец книги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...